В этом году с 1 по 10 сентября в городе Геленджике пройдет семинар «Фатумная нумерология», где лектором будет сама Джулипо. Записаться можно на сайте alvasar.ru. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok «Конечно, все ниже сказанное есть не что иное, как мое мнение. Я не призываю прислушаться или поверить. Однако, мне кажется, что очень скоро мы перестанем узнавать мир, к которому привыкли». Историки часто призывают нас верить в то, что события протекают весьма медленно. Нам озвучивают тысячи лет, когда речь идет о столетиях. Цицерон называл Геродота «отцом истории», хотя его взгляд на происходящее был лишь частично верен. Он опирался на известные ему факты, но зачастую менял датировки, создавая миф о величии и древности Греции. Как бы то ни было, он описывал события и явления, свидетелем которых сам являлся. В своих работах он называл Волгу рекой Ра. Хотя во времена, если верить истории древнего Египта, словом Ра именовали реку Нил. Не случайно бог Ра был верховным божеством в религии египтян того времени. Существует несколько версий происхождения слова Нил. Мне ближе мнение, которое отражает суть происходящих сегодня событий. Чуть позже вы поймете, что я имею в виду. На языке сохранившихся до сих пор осколков древних племен, проживающих на территории Ливии, слово Нил восходит к словосочетанию Нелил, означающее «большая вода». Это указывает на то, что эта река была крупнейшей в мире когда-то и играла огромную роль. Поэтому позже египтяне переименовали ее в Ра. А современная история вернула ей прежнее название Нил. Но в новом фонетическом звучании. В быту ее нередко называли то белой, то светлой водой. Когда Геродот узнал о существовании Волги, он провозгласил ее рекой Ра. Это не название, а скорее эмоциональное сравнение и признание ее величия. Как если бы, увидев красоту известного, но канувшего в лету явления, воскликнули бы «Да здравствует король!» Славяне в древние времена величали Волгу Волгией, что означало буквально «большая вода». На Руси Волгу, так же как и Нил, сравнивали с Белой рекой. Она всегда была символом славянской культуры. Однако, уже пора проводить параллели. Река Нил и река Волга – две разные водные артерии, но имеющие одинаковое название в древней истории. Почему? Может, существует иерархия царства рек, если хотите, и в соответствии с этой иерархией власть передается новому правителю в определенный срок? Эта мысль пришла ко мне неожиданно, и я начала ее исследовать. Очень скоро я нашла новое доказательство неслучайного совпадения этих названий. Более того, открылось иное видение не только истории, но и климата, а также теории литосферных катастроф. Одно я стала понимать точно и ясно, что ученые серьезно заблуждаются в датировках событий. Медленно развивающиеся сдвиги литосферных плит, как утверждают ученые умы, на самом деле занимают всего несколько десятилетий, а может и того хуже – несколько лет. Что ж, предлагаю взглянуть на карту нашей планеты иначе. Представьте, что это живой организм, живущий по определенным биологическим часам. Каждые примерно 2500 лет приходят в движение стрелки, и положение материков начинает меняться. Это влечет за собой климатические перемены. Причина в том, что Солнце, расположенное под поверхностью Земли, смещается по траектории, называемой пуп Земли. Эту теорию я не раз раскрывала в своих видео. Желтое Солнце над нашими головами – не что иное, как световой прибор. Прожектор. Лампа. Это простейший источник света, но не тепла. Под поверхностью литосферных плит расположен настоящий источник теплого климата. Именно он и нагревает поверхность Земли. Иначе как объяснить, что большая часть слоев атмосферы находится в зоне отрицательных температур? Также не ясно, почему под поверхностью почв вода находится в жидком состоянии, да и льды отсутствуют. На глубине около 35-40 километров температура колеблется в районе 1400 градусов. Граница мантии и внешнего ядра на глубине от 25 до 3000 километров раскаляется от 2 до 3000 градусов. Внутреннее ядро нагрета до 4000 градусов. Температура же в самом центре Земли, по последним сведениям, полученным в результате сложных опытов, составляет около 6000 градусов. Такой же температурой может похвастаться и верхнее Солнце на своей поверхности. Ученые утверждают, что мы плаваем на тонком плоту в океане магмы. Красиво, даже немного романтично, но неестественно, поскольку при таком строении Земли плиты должны постоянно находиться в движении. Так как их толщина различна, то скорость движения должна быть непостоянной. Материки все время беспокоили бы нас землетрясениями. Я думаю, что вулканы – это компостные ямы кремниевой эпохи, причем в прямом смысле этого слова. Все любители огородов знают, что при подготовке компоста выделяется огромная тепловая энергия. Есть страны, которые используют ее для обогрева городов. И если растения той эпохи были кремниевые, то при их горении, плавлении, образовался бы жидкий камень – магма. Осадочные породы кремниевой биосферы залегают на большой глубине повсеместно, и они также подвержены плавлению. Хочу отметить, что деревья кремниевой эпохи обладали способностью генерировать воду из эфира путем его охлаждения. Так же, как сейчас растения перерабатывают солнечный свет в электрический ток. Однако, они утратили способность создавать холодные токи, холодный эфирный синтез. Друзья, с 8 по 13 июля в городе Москва пройдет семинар под названием «Регрессивный гипноз». Лекторами будут Сергей Леснюк, Дмитрий Сокол и Олег Рубайлов. Узнать подробную информацию, а также записаться на семинар можно на нашем сайте alvasar.ru Ссылка в описании.